доброе утро дорогие друзья сегодня у нас с вами наконец-то прямой эфир я очень за всеми вами соскучилась и сегодня мы поговорим об очень непростой теме наверно даже где-то грустной наверное даже где-то трагической мы сегодня поговорим о криминальной драме ватикана которая связана с ватиканом она затронула и ватикан но она касалась и рима и эта криминальная драма произошла в конце 70-х начале 80-х прошлого века для тех кто совсем недавно присоединился к моему блогу я представлюсь меня зовут евгения я искусствовед работаю в музеях ватикана провожу экскурсии в ватикане и в риме и да не небольшое объявление для моих слушательниц и римлянок защита моей диссертации в папском григорианском университете будет 14 июня поэтому я вас всех жду ну конечно же потом еще напишу об этом в stories ну а мы возвращаемся к нашей криминальной драме и по большому счету все началось знаете самое интересное что эта история вот физически в какой-то мере она началась и закончилась в одном и том же месте это площадь у церкви святого полинария это в двух шагах от площади на вон очень красивое место и там чаще всего проходят те кто желает посмотреть мадонну де пилигрини караваджо потому что церковь святого августина находится буквально в нескольких нескольких метрах от площади святого ополинария и именно здесь 22 июня 1983 года пропадает девочка но к сожалению такого рода преступления случаются очень часто дети пропадают пропадают по разным причинам какие-то из то какие-то истории заканчиваются хорошо детей находят но это не касалось нашей истории ребенка так и не нашли и этот ребенок все-таки отличался от многих других детей рима не тем что у него было что-то с внешностью и так далее эмануэла орланде была симпатичная девочка 15 лет но она была гражданкой ватикана ее еще ее дедушка пьетро он начал свою карьеру как колю папы пия одиннадцатого потом он получил некое повышение он стал своего рода его личным курьером его почтальоном и ее отец эрколи унаследовал эту роль такой себе личный курьер папы римского который отводил почту отводил дипломатические письма то есть достаточно доверенное лицо и нужно сказать что ватикан вот конца семидесятых он очень отличался от современного ватикана отличался тем что он был более семейным были более близкие отношения были какие-то душевные связи уже только с приходом ивана павла второго который окажется кстати папой истории о эмануэле орланде которая до сих пор не забыта итальянским обществом ватикан начнут менять сторону более формальных и профессиональных отношений потому что так проще никто ни с кем не дружит все знают свои обязанности и все знают что обязанности нужно выполнять но ватикан конца семидесятых это все таки еще чуть другая структура и поэтому доверенные скажем так люди доверенные лица папы римского могли жить на территории ватикана и их члены семьи могли получить гражданство сегодня гражданство получают только те кто работает для ватикана если они хотят чтобы члены их семьи жили вместе с ними на территории государства то в таком случае члены семьи получают просто право резиденции право проживания и не становятся гражданами но эмануэлла орланде действительно гражданка ватикана то есть вот та вот частица этой сложной структуры которая до сих пор к себе привлекает внимание и она пропадает сначала думает что она задержалась у подруги что-то произойдет оно что-то произошло но она вернется но тем не менее на следующий день 23 июня ее сестра отправляется в отдел жандармерии ватикана и делает заявление о пропаже и самое интересное что действительно вечер пропажи мануэлла орланди прошел как-то спокойно потому что во первых ее родители были у родственников и у во вторых она даже позвонила сестре и сказала что ее пригласили раздавать рефлайеры на мероприятие причем мероприятие на которые хотела попасть каждая девочка в 15 лет это был показ мод сестер фонтана знаменитой нельзя их называть еще дизайнерами знаменитых партних рима которые создавали действительно великолепное платье мало того у нас казалось сестре о том что ей за это еще и заплатят 375 тысяч лир но это почти как 375 евро на сегодняшний день но на самом деле тогда учитывая порядок цен эта сумма была значительно больше имела большую покупательную способность и когда начались первые расследования когда 23 июня девушка конечно девочка конечно же не вернулась домой в общем-то допросили двух полицейских и они могли дать некоторые показания о эмануэле орланди просто потому что площадь святого пленария куда эмануэла орланди отправилась и потому что она занималась музыкальной школе то есть те кто следил за эмануэлой орланди они кстати и знали что здесь девочка появляется по определенному расписанию потому что в здании рядом с церковью с другой стороны находился папский институт музыки но это пожалуйста громкое слово там действительно шли уроки музыки и сама мануэла играла на флейте этим всем руководила сестра долора здание мануэла кстати пела в церковном хоре поэтому следить ее передвижение было не так уж и сложно и рядом находится на до сих пор находится палаццо мадама где располагался уже тогда и сейчас располагается римский сенат поэтому конечно же там очень много полицейских очень много карабинерий которые постоянно следят за порядком и они видимо просто обратили внимание на девочку скорее всего что они обратили внимание не столько на девочку они обратили внимание на тот факт что с молодой очень молодой девочка ребенком разговаривал красивый мужчина около 30 лет который приехал на ярком такому привлекающим к себе внимание зеленом бмв мало того он еще ей и показывал портфель такой вот военной краски на котором была надпись эйван их это тоже немножко смутило потому что надпись косметическая фирма ну не совсем подходила цвету этого самого портфеля и надо сказать что показания двух полицейских они в общем-то сошлись единственно в чем они путались какой-то момент это пять часов или семь часов и еще одно показание которое удалось сразу получить следователям это было это был рассказ подруги эммануэла орланди которая вместе с ней ходила музыкальную школу о том что эммануэла ей рассказала том что ее пригласили на вот этот вот показ сестер фонтана раздавать флайеры и как раз раздавать флайеры компании эйван и они вместе решили подождать молодого человека с которым она должна была туда отправиться но не ждали 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 он все не приходил и подруге эммануэле уже нужно было возвращаться домой поэтому она села на автобус но из автобуса увидела что эммануэла общалась какой-то девушкой по большому счету это на самом деле все что удалось узнать о последних часах возможно даже жизни эммануэла орланди или по крайней мере о последних часах до того момента как она пропала прошло почти уже 83 год прошло уже 40 лет дополнительной информации не получилось и очень часто когда журналисты до сих пор касаются темы эммануэла они говорят она как будто бы просто растворилась но понятное дело что это исчезновение во-первых она она потрясло рим итальянцы относятся к детям как-то совершенно по-особому и если где-то они будут готовы простить нарушение в отношении кого-то даже может быть женщины или пожилого человека то в отношении детей они не готовы совершенно принимать или даже как-то пытаться оправдывать к любую несправедливость поэтому исчезновение эммануэла превратилась такой вот даже не римскую в такого итальянское дело об этом говорили все и первая версия которую выдвинули следователи карим уже было понятно совершенно что исчезновение связано с чем-то большим и эммануэла превращается всего лишь в пешку в какой-то игре и понятное дело что в этой игре будет обязательно присутствовать ватикан иначе зачем было бы воровать гражданку ватикана первые мысли это конечно же мысли связаны с папой иоанном павлом вторым еще и потому что 23 июня когда было принесено заявление о пропаже эммануэла наш папа иоанн павел второй возвращался из второго своего путешествия впал в польшу и вот эти вот путешествия они вызывали ну просто дикое раздражение у коммунистической партии советского союза потому что иоанн павел второй был действительно фигурой при нем которая представляла громадную угрозу для советского режима ну потом оказалось что эта угроза будет оправдана его уже на этот момент обвиняли в том что деньги американских банков которые приходили в ватикан как пожертвование он тратил на поддержание группы солидарности то есть группы польских католиков которые выступали против демократии против коммунистического режима и вот здесь его второе возвращение которое совпадает с восстановением эммануэла ланди конечно заставляет открыть возможности рассмотреть возможность участия в этом террористической группы которая потом каким-то образом будет связано с коммунистами и конечно же достают опять под внимание следователей попадает ахмея али ахммед адук джа человек который 13 мая 1981 года стрелял в папу римского может быть маленькая остановка потому что на мгновение пропала связь и в принципе по большому счету прошлое ахмеда или али ахмеда ну скажем так он потом говорил что он был учился в национальном фронте палестины и так далее то есть него были идеологические намерения изначально но в общем-то сказали представители настоящий представитель этого фронта сказали что никакого отношения этот преступник террорист к ним не имеет и пусть уже придумывать себе другую историю но зато турецкие власти были прекрасно ознакомлены с таким вот внушительным уже на тот момент списком али потому что это были грабежи это были нападения и в чем-то он с таким знаете курикулом сложно не попасть в туристическую в террористическую извините группировку он действительно входит в состав группировки серые волки и согласно в общем там ну скажем так официальной истории по заказу этой группировки он совершает убийство одного из левых журналистов который как раз выступал против насилия выступал за мир он получает очень длинное наказание тюремное но ему помогают сбежать болгарские спецслужбы которые были в контакте с турецкими спецслужбами и некоторые действительно сотрудники спецслужб они все-таки больше сочувствовали неким скажем так силовым решением вопроса которыми с которыми как раз и были связаны турецкие волки ну и собственно наш наш али Макмед бежит и он даже оставляет в камере записку что он однажды убьет папу римского потому что он вмешивается турецкие дела и чудесным образом он попадает в болгарию и потом из болгарии чудесным образом он попадает в италию и производит свои знаменитые четыре выстрела 13 мая 1981 года на самом деле покушение должно было быть гораздо более масштабным это было действительно террористическая акция потому что у него был сообщник у него была бомба поэтому на площади сан-петро должна была пролиться действительно много крови но этого удалось избежать али был арестован и в общем-то когда его начали допрашивать он начал сначала рассказывать про американский и советский империализм потом рассказывал про масонов потом сам стал мессией потом ну в общем нес жуткую чушь и когда его уже еще раз скажем так извлекли из тюрьмы привели на допросы чтобы понять не знает ли он чего-то о случае с эмануэлой орланде он опять понес свою сумасшедшую чушь привлекая масонов империалистов иисуса и кого только можно было привлечь и на самом деле папа римский тем не менее какое-то время следствие действительно шло по этому пути папа римский 27 декабря 1983 года как раз года али в тюрьме и скорее всего что папа хотел у него лично спросить не может ли он дать какой-то информации о девочке потому что тот момент ее исчезновение уже превращалось в серьезную драму но как ни странно в какого некоторые аналитики считают что это встреча с террористом помогла спасти жизнь самому террористу потому что он ничего не знал новых каким-то образом раз уж попал опять поднимание следователей дать какую-то зацепку поэтому его могли просто спокойно убрать но теперь после встречи с папой он превратился скажем так в неприкасаемого но единственное что было понятно теперь выгодно похищать ребенка из ватикана это не те действия которые могут привести к результату да им нужно было бы такой серьезный знак для католического мира это было бы подтверждение силы режима но какие последствия может пол какие выгоды может получить коммунистический режим от смерти ребенка живущего в ватикане но совершенно никаких поэтому эту версию закрывают и вот здесь вот вдруг как святое место апостола не бывает ватикан она кстати совершает очень интересную ошибку которая потом и позволит выйти на след настоящих виновников покушения эмануэла орландии и действительно коснуться некрасивой истории связанной с банком ватикана в какой-то момент вдруг появляется свидетельство что эмануэла орландия она она вы знаете она подъехала к воротам светуана это вот те знаменитые ворота которые 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 пользуются очень многие граждане ватикана потому что из них сразу попадаешь в общем-то в жилой квартал где очень много домов где очень много квартир ватикане и она подъехала на машине которые были ватиканские номера но водитель не стал заезжать ватикан чтобы ее не узнали она зашла и вышла это было около семи часов и потом куда-то пропала и это знаете вот так перекликалась даже со словами папы иоанна павла второго который в одной своих первых в одном из своих первых воскресных благословений уже 3 июля сказал такие фразы которые давали понять что эмануэла не добровольно покинула ватикан что ее похитили ну в общем то спустя 10 дней после исчезновения девочка которая была абсолютно нормально может быть как какой-то подросток у него конечно проявлялся характер и так далее но не были прекрасные отношения со своей семьей и уходить из дома она совершенно не собиралась и вот она 10 лет не 10 дней простите не возвращается домой но это конечно скорее всего что действительно похищение тут даже догадка даже догадываться не нужно и то есть вот здесь вот вы на получается что каким-то образом некоторые ребята из ватикана хотят продвинуть тему сексуального скандала чтобы наш не забаднили я дальше буду называть любовным скандалом потому что алгоритмы instagram они достаточно ханджеские и вот тут надо сказать что они ошиблись вообще эта тема любовного скандала ватикане работала прекрасно на протяжении веков потому что это как раз та тема на которую люди очень падки ну такой вот всегда классический пример сикстинская капелла страшный суд микеланджело в этой фреске микеланджело со свойственной ему мировоззрением философа причем с прекрасным таким вот образованием с прекрасным с прекрасной базой он касается глубочайших моментов христианской веры он касается очень глубоких моментов человеческого этического выбора но когда говорят о страшном суде вот об этих вещах обычно не упоминают но про если только речь не идет о какой-то очень специальной литературе либо каком-то очень скажем так образованном собеседнике о беседе на высочайшем уровне о чем говорят о том что все обнаженные о том как микеланджело то все расписал как он это все показал как это все критиковали как все предлагали переместить в какую-нибудь общественную баню вот об этом говорят так мы немножко устроены мы падки на сплетни есть некоторые даже а специалисты по коммуникациям по лингвистике которые вообще язык начал развиваться чтобы мы могли сплетничать удобнее поэтому любовный скандал это то что позволяла ватикану прятать свои настоящие дела за этой вот мощной ширмой и даже то что касается сегодняшней любви к маленьким молодым мальчиком если мы проанализируем все эти моменты то получим очень интересную статистику это касается священников католической церкви но каждый из этих священников находится за пределами ватикана то есть по большому счету ватикан для того чтобы использовать любовный скандал как шиму должен быть чистым внутри если на кого-то из внутренних ватикане попадает подозрение его удаляют мгновенно поэтому раз ватикан вдруг проснулся и вспомнил про свою любимую ширму любовного скандала это значит что ватикану по-настоящему есть что прятать но действительно он слегка ошибся по той простой причине что мы с вами уже в 80-х годах итальянские журналисты это прекрасно образованные люди не все продажные журналисты и многие понимают значение информации и итальянские полицейские итальянские судьи они уже тоже начали понимать что такое ватикан поэтому из вот этих рук оказывается что уже на протяжении шести лет в риме работает настоящая криминальная организация которую назвали банда дельна мальяна и это банда мальяна напрямую связана с похищением мануэлу орланди и здесь мы действительно немножко уйдем в историю этой самой банды потому что она оказалась оказалась связана не только с преступным миром но и с ватиканом она в какой-то мере отразили десятых и в общем-то с ней связаны такие вот моменты о которых обычно нет возможности сказать но в этой перспективе можно это сделать и так перед нами на самом деле гений криминального мира совершенно не оправдывая людей которым который связан с бандитизмом потому что большинстве своем это глупые люди на чем глупые люди то что совершенно непереносимо но в данном случае нужно все-таки признать что франко джузе пуччи он скорее скорее в какой-то момент его жизни просто что-то не сложилось молодости потому что окажись он где-то в университете откажись родить он где-то в другой семье возможно он бы создал что-то другое они криминальную организацию но он родился в семье пекарей у которой была пекарня на в районе тросте в лице сейчас я по моему уже нет пекарня носила имя джузе пуччи и мальчик франко там работал совершенно ранних лет а работа пекаре татская работа потому что уже вечером нужно готовить то есть в принципе живешь пекарни но он все-таки находил возможность посещать ипподрома тор де вали он находил возможность уезжать в пляжные зоны остеи то есть ему нравилось осмотреть на вот эту вот богатую жизнь на людей у которых были деньги у которых была вот это вот знаете криминальная сила да когда говорят его все уважают когда он там проходит это его действительно привлекала и он решил как говорится сменить сферу деятельности начал он плохо он взял старый фургончик и предложил некоторым криминальным личностям хранить там оружие и нужно сказать что 70-е годы в ватикане в риме был такой вот неспокойный климат потому что очень много анархических движений которые у себя называли себя анархистами неофашистами и так далее как угодно поднимали сил большому счету это были молодые люди у которых дима адреналина было очень много какой-то момент несправедливость то есть расстояние итальянское общество начал себя проявлять появились очень богатые появились те кто победнее появились рабочие и здесь нужно кстати сказать что вот этим вот феноменом бандитизма ну скажем так мелкого бандитизма все-таки удалось справиться италии именно потому что они смогли сделать более скажем так более справедливую систему социального распределения благ в италии на всем очень хорошо не потому что здесь очень много богатых или нет богатых это ли очень хорошо потому что здесь практически нет нищих и очень бедных. То есть все могут жить красиво, все могут наслаждаться жизнью, у всех есть необходимый минимум, но потом, если уже вы хотите яхту в Портофино, тут, как говорится, надо работать. Но это произошло где-то в 80-е годы вследствие массы реформ, вследствие действительно такой вот серьезной работы правительства. Но в конце 70-х этого нет. В Риме такой вот мелкий бандитизм, постоянно что-то происходит. В Риме постоянно появляются и распадаются такие микробанды, их даже называют батареи. Но в Риме, тем не менее, нет серьезной структуры, скажем так, организационной структуры, типа структур в Сицилии, которую мы называем мафией, Дрангетты в Калабрии или Каморре в Няпоре. То есть этого пока нет. Так что у нашего Франко Джузеппучи и конкуренции как таковой нет. Правда, его первые шаги в криминальном мире его очень быстро привели в стены тюрьмы. Он попадает в тюрьму Аракуэлли. И там, знаете, он оказывается в ситуации, он попадает, как говорится, как рыба в воду. Он может получить опыт криминального мира, задать вопросы, понять, как это все работает, присмотреться к судебной системе, что тоже совершенно немаловажно. И он очень быстро выходит, потому что, в принципе, небольшое преступление, хранение оружия, и он уже начинает действовать по-другому. Прежде всего, он, конечно же, собирает свою банду, то есть он находит проверенный хрань из квартала Мальяны, из Трастевры, потому что Трастевры, ну, от Трастевры Мабелла. То есть очень нищий квартал и совершенно не похож на сегодняшний Трастевры. Там тоже произошло маленькое социальное римское. Сделать его абсолютно красивым, но в то же время не потеряли вот этот вот народный дух. Но теперь, и так, есть будущий пока еще глава банды, есть те, кто готов вместе с ним работать на благо этой креми. Если у меня пропадает звук, напишите мне, пожалуйста, потому что у меня постоянно показывают, что у нас проблемы со связью. Не знаю, почему. Ну, надеюсь, что это не влияет на качество эфира. И нужно теперь заработать деньги, как говорится, на рост бизнеса. Ну, сложно прийти в банк и сказать, да, я тут открываю банформирование, можно прийти для молодых. Поэтому нужно работать как настоящая мафия. И здесь, знаете, я вот когда готовилась к этому эфиру, да, банды Мальяну в центре Рима можно провести симпатичную экскурсию. Будет интересно. Потому что, первое, их, да, пропадает. Очень жаль. Ладно, будем надеяться. Звук. Ничего страшного. Спасибо, Наташа. Ладно, будем надеяться. В общем, так, тема эфира, скажем так... Так, я вернулась. И вернулась я со словами о том, что... Не знаю почему. Не хочет банда Мальяна, чтобы я о ней рассказывала. Так вот, я действительно остановилась до этого, до этой пропажи связи на том, что... Ах, все, спасибо большое. На том, что, в общем-то, по следам банды Мальяна можно провести неплохую экскурсию в Риме. И мы с вами действительно находимся прямо возле палаццо Винейте. Потрясающий палаццо, потрясающий, уже не секрет, уже очень известный садик внутри. И мы видим справа стены дворца Гратиоли. В принципе, очень неплохо можно было заработать в этот период времени, похищая людей, и потом требуя банальный выкуп за это. И... Нет, на Трастевере они начали собираться. А вот это просто мы комментируем. А вот их первое дело, это как раз было связано с палаццо Гратиоли, когда они решили ни много ни мало похитить барона Гратиоли Ланте Дельда Ровере. И этот барон, самое интересное, что был, ну, очень, скажем так, косвенно, но всё-таки связан с Ватиканом, потому что он был одним из очень дальних родственников, но всё-таки родственников знаменитой династии Дельда Ровере, той самой, которая построила Сикстинскую капеллу и которая заказала первые фрески Микеланджело, Папа Сикс IV и Юлий II. Но теперь всё было продумано, был выбран такой вот молодой, приятный мужчина, Мариотти, который подружился с сыном самого барона и помог понять его передвижение, как что происходит в жизни барона. И поэтому в конце концов стало достаточно несложно выкрасть барона недалеко от его имения, загородного имения, возле Сеттыбани. И друг Мариотти, который, в общем-то, превратился в такого крота. Он сразу же сказал сыну барона, ну что вы, я вам помогу. Он принёс оборудование, которое позволяло слушать переговоры и так далее. Конечно же, сначала династия Гратиоли обращается к карбинерам, пытается найти помощь у сил правопорядка, но на самом деле потом становится понятно для самой династии, что, во-первых, бандиты требуют каких-то невероятных денег, то есть действительно решил Джузеппучи сорвать совершенно невероятный куш. А во-вторых, карбинеры, ну вероятно, они были достаточно опытными и было, скорее всего, что ясно, что графа, которого уже столько времени продержали в плену, его вряд ли вернут живым, поэтому здесь уже накануне столько жизнь графа, сколько попытка поймать этих преступников, потому что достаточно наглое покушение, это, извините, никакого-нибудь бариста похитить из небольшого района, из квартала города, и потом требовать за него деньги. И в какой-то момент становится понятно, что ситуация никуда не движется, и в этот момент Джузеппучи предлагает гораздо, начинает требовать гораздо меньшую сумму, и семья соглашается. И они в тайне от сил правопорядка, в тайне от карбинеры договариваются о встрече с представителями банды, они отдают им деньги, они бросают, то есть молодой барон бросает эти деньги с моста. Он теперь абсолютно уверен, что через какие-то 24-36 часов его отец вернется домой, что этот кошмар закончится, но барон Гратсёли никогда не вернется, потому что он был убит за несколько дней до того, как был получен выкуп. Как сказал потом один из членов банды, который раскаялся и начал сотрудничать со следствием, он просто кого-то из них опознал. Ну а Мариотти, тот, который, скажем так, был кротом в семье Гратсёли, он, конечно же, благополучно сбежал в Лондон. И самое интересное, сегодняшняя судьба палаца Гратсёли. Он очень долго, уже после похищения барона, уже после того, как вся эта история закончилась, конечно, большой драмой для членов семьи барона, палаццо Гратсёли все-таки вернулся в римскую хронику, причем прежде всего в римскую политическую хронику, потому что здесь очень долго, этот палац очень долго снимал Сильве Берлускони. И это ему стоило 40 тысяч евро в месяц. Но сейчас палаццо пустует, так что если кому-то интересно, то можно попытаться поговорить с бароном Гратсёли, за сколько можно снять его дворец. Но возвращаемся к нашей банде Делли Мальяна. И вот деньги, полученные с выкупа, они, в общем-то, тратят очень хорошо. Они тратят на покупку наркотиков и становятся самыми главными распространителями счастья, распространителями веселья в Риме. То есть превращаются в монополистов, потому что у них больше всего, у них лучше всего. Они с легкостью, будучи организованной уже структурой, причем уже с деньгами, они, скажем так, подчиняют других дилеров, которые в основном работали от себя. И у банды Делли Мальяна есть бизнес. И самое интересное, что когда банда Делли Мальяна начала работать в Риме, как раз сотрудники правоохранительных органов были очень довольны. Изначально по одной простой причине. Она сразу навела порядок в квартале Трастейвери, в квартале Тестачо, в квартале Мальяна. Смотрите, что он мне постоянно выбивает связь. А, все, я вернулась. Вай-фай? Нет, не хочет. Так вот. Ладно. Бандитский эфир. И Инстаграм себя ведет, честно говоря, по-бандитски с постоянным пропаданием звука. Так вот, еще одно место банды, это как раз было Кампо-де-Фиори. То есть там все было недалеко, все было рядом. И на этом Кампо-де-Фиори, они, в общем-то, так как спокойствие в городе, в общем-то, позволило полицейским отвлечься, они даже открыли магазин, где было написано, здесь продаются сольди. То есть этот магазин занимался микрокредитованием, сегодняшним говоря языком, по сути дела, ростовщики. Ну, кстати, в этом магазине, в общем-то, всегда выдавались деньги, покупались чиновники, покупались политики. То есть это было такое вот их место. Но все-таки для самой банды Малиана, вот любимыми их местами были скорее тростоверы. И там до сих пор есть бар Сан-Калисто. Ну, обычно гостей туда не водят, потому что до сих пор этот бар не самое приличное место. И по ночам там бывают стычки, по ночам там бывает шумно, по ночам туда приходится приезжать полиции. Но это был, кстати, бар, где, в общем-то, проводила очень много времени вся верхушка банды Малиана. И вы знаете, что интересно? Вот если мы посмотрим на этот бар внутри, это очень специфический бар. То есть это не вот эти вот приятные уж такие вот европезированные мягкие итальянские бары в центре города. Это вот такой вот немножко жестковатый, с таким специфическим запахом. То есть дерево, смешанное с кофе. И где-то добавляется к этому запах времени. И это место, где висят вот эти вот картинки, каждый из которых имеет огромное значение для владельца бара. Это место, где сидят серьезные мужчины. Ну, собственно, это очень такое вот специфическое место. И самое интересное, что банда дель Малиана все-таки любила вот этот бар, несмотря на то, что страсть к роскоши была у них у всех. И после того, как они, скажем так, благодаря, так сказать, похищению, убийству барона Гратиоли смогли покорить себе наркобизнес, они решили покорить себе еще один бизнес. Это, конечно же, ставки на лошадях. Они убили человека, который, ну, говоря бандитским языком, крышевал ипподром, они убили этого. А Франко Ди Николини в лучшем духе мафии застрелили его недалеко от ипподрома. И теперь ипподром тоже принадлежал им. У них появляются совершенно сумасшедшие деньги. И у них, кстати, вот еще одна такая вот забавная вещь. Это женщины банды Малиана, потому что на что тратят деньги преступники? Ну, очень часто тратят их на женщин. Перед нами некая Фабиола Моретти. Ну, не скажу, что красавица, но главное, что им нравилось. И вот она, когда вспоминала о своей молодости, потом, конечно же, в зрелые годы жизнь ее, можно сказать, не сложилась. И она говорила, что это было просто потрясающе, потому что давали буквально сумки Лью Вьютон, заполненные деньгами. Это все нужно было тратить. Это было крайне весело. Но большие деньги, в общем-то, в какой-то мере даже отсутствие конкуренции, потому что банда Малиана, она была единственной бандой времени. Больше никто ничего подобного создать не мог. И ее закат, то есть закат, скажем так, первой главы истории этой банды, начался с того, что наш Джузеп Пуччи, наш Франко Джузеп Пуччи, основатель банды, ну, в какой-то момент уже все было, хотелось чего-то большего, хотелось каких-то идей. И он, в общем-то, познакомился с юношей, который перед нами, Массимо Карминати. Массимо Карминати – это террорист, который считал себя представителем анархического, неофашистского движения. И на руках этого молодого человека очень много крови, крови жертв людей, которые пострадали в его теракте в Болонии, там десятки жертв. И, наверное, это тема отдельного эфира или отдельного разговора в любом случае. Это было все связано с действием потом «Красных бригад», как их называли. И самое интересное, что наш Франко Джузеп Пуччи, основатель банды Малена, в общем-то, прикипел душой к этому юношу, считал его чуть ли не своим сыном, хотя между ними не было такой большой разницы в возрасте. И, собственно, этот самый Карминати стал и причиной первого ареста Джузеп Пуччи, потому что он ему передал дорожные чеки, которые были украдены у одного из путешественников на одном из вокзалов. Вполне возможно, что в той же самой Болонии. Дорожные чеки – это совершенно древний, так вот уже можно сказать, туристический документ. Это когда вам выдавался чек стоимостью, определенной стоимостью, ну, своего рода такая вот гарантия. Если у вас куда-то потеряются деньги в путешествии, у вас будут эти чеки. Не очень удобное изобретение. Их, кстати, частенько воровали. И, в общем-то, эти чеки, они становятся причиной ареста Джузеп Пуччи. И этот арест, он обещает принести немало беды Банди Маляна, потому что, скажем так, следователь, ну, в Италии немножко специфическая структура, структура, скажем так, в правоохранительных органах. Иногда одни и те же люди выступают судьями, и потом они становятся следователями. То есть это так называемые магистрате. Поэтому Марио Амато, чей портрет перед нами, это был один из магистратов, который, магистратов, который начал исследовать, действительно, начал серьезно разбираться с делом Банди Деля Маляна. Ему становится в какой-то момент понятно, что это не просто случайное дело, скорее всего, что это какая-то система. А правоохранительные органы, мы с вами в 1980 году уже, они еще не догадываются о существовании этой криминальной организации. Но я вам показываю достаточно неожиданную фотографию, потому что мы видим портрет мужчины. По всей вероятности, это действительно Марио Амато, о котором я только что говорила. А потом у нас в центре человеческая нога и ботинок с дров. Все дело в том, что когда наш судья подобрался слишком близко к банде, его убили по дороге на работу. И после его смерти, потому что очень много документов были секретными, были только у него, ну, в общем-то, Франко и Джузеппучи освобождают. Он возвращается в Рим. Правда, он недолго прогуляет по Риму, потому что на своем же любимом Трастевере, где он очень бывал, очень любил бывать на площади сам Казимату, он будет убит через несколько месяцев в 1980 году. И после этого в банде Далимальяно начинается внутренняя борьба, происходит много убийств, происходит много таких вот выяснений отношений. Но все-таки очень скоро выйдет на поверхность новый лидер Энрико де Предис, или, как его называли итальянцы, Ренатина. Ну, если честно, самый красивый бандит за всю историю итальянского бандитизма. Это не я сказала, так сказали некоторые журналисты. Потому что бандит, как по мне, не может быть красивым. Ну, отличная. Так вот, Энрико де Предис, в принципе, юноша, который абсолютно интеллигентного вида, и который, в общем-то, уже понимает, что банде надо переходить на какой-то новый уровень. То есть вот эти вот все шальные деньги, их надо как-то инвестировать, ну, потому что сумки, часы, квартиры в невероятном количестве – это уже все куплено. Ему нужна невероятная вещь. С ним выходит на связь некий предприниматель, предприниматель важный – это Роберто Кальви, и он глава банка Амбразиан. И этот банк предлагает, ну, скажем так, отмыть его деньги, сделать вот эти сумасшедшие доходы легальными. И Энрико де Предис, конечно же, соглашается, потому что теперь можно войти в мир серьезного бизнеса, то есть вообще поменять где-то статус. Просто Энрико де Предис, конечно, имеет вид интеллигентного юноши, но, в общем-то, образования не хватает, и он не знает, что на самом деле Амбразианский банк, представитель которого к нему обратился, он на самом деле переживает сложнейшие моменты, у него не хватает ликвидности, и на этот банк уже давно положил взгляд банк Ватикана. Энрико де Предис передает все свои деньги банку Амбразиана, и буквально в течение нескольких месяцев Роберто Кальви будет убит, на него вылится куча скандалов, опять вспомнит про масонскую ложу, пропаганда 2, которая была запрещена, но это такая вот полулегендарная ложа. В общем-то, банкир убит, банк Амбразианы перешел полностью в собственность Йор, то есть банка, которая принадлежит Ватикану. И вот эту вот цитадель какому-то главарю банды Мальяна, конечно же, не взять. Ни юридически вы отнесли деньги, банк, к сожалению, рухнул, так что теперь деньги ваши пропали. Приносим свои извинения. Это то, что он официально бы получил из Йора, если бы туда обратился. И положено человеку. К большому счету историю исчезновения Мануэла в Ирландии уже много лет спустя, то есть окончательно свет на нее пролила его подруга Сабрина Минарди. Мы видим ее здесь молодой, красивой. Сейчас она выглядит, конечно, совсем по-другому. И она сказала, что буквально через несколько дней после исчезновения Мануэла в Ирландии, когда ее все искали, она эту девушку встретила. Ее посадили в ее машину, и Мануэла в Ирландии была явно под воздействием каких-то психотропных веществ, потому что она плакала, она смеялась. Она была вроде бы как в сознании, но неадекватна. И еще через несколько дней они встретились снова с Энрико де Пренисом в Торвоянике. Торвояник — это такая вот зона, которая находится в районе Ости. Это очень много новых зданий, новых кварталов, но еще и замечательная пляжная полоса. Если не хочется далеко уезжать от Рима, но хочется на море, в принципе, в Торвоянику съездить можно. Торвояника. И Торвояника — это тоже было, скажем так, одним из мест, где очень много инвестировало как раз в недвижимость, в строительство новых домов Банда Мальяна. Поэтому наша Сабрина рассказывает, что частенько бывало такое, что приносили черные мешки и, в общем-то, сбрасывали в цемент, которым потом заливали фундамент. И, собственно говоря, в один из дней она поняла, что в мешке, в черном мешке, который принесли, по разговорам, по обрывкам фраз, по тому, что прозвучало, находилось тело Эммануэла Орланди. Поэтому искать ее совершенно бесполезно, не позволялось от тех своих врагов. И теперь такой вот вопрос. А добился ли наш Ринатио, наш Энрико де Преди своих целей? Вот этим вот похищением ребенка. Как-то ни странно, но Банда де ла Мальяна оказалась гораздо более жестокая, чем ребята из Ватикана. Потому что, когда они поняли, что люди, на чьи деньги они позарились, потому что была очень несоблазнительная сумма, не остановится ни перед чем. Скорее всего, что Банда де ла Мальяна ее капитала в какой-то мере вернули. Но Энрику де Преди это показалось мало. Он потребовал, скажем так, за моральный ущерб у Ватикана очень интересное решение своей загробной судьбы. И очень скоро это решение станет известно всем, потому что сам Энрико де Преди долго не прожил. Он был убит в 1990-х годах. И самое интересное, что после, скажем так, скандала Сьор, после исчезновения Мануэла Орланди, произошла масса арестов Банда де ла Мальяна, потому что там уже тоже стало понятно, что речь идет о криминальной организации. Ее начали искать и, конечно же, начали находить. Сам Энрико попадал в тюрьму, и очень быстро отпускали. Он бросил Сабрину. Он хотел жениться на порядочной женщине. Не сложилось. Он снова решил вернуться к Сабрине, потому что это все ее такие вот рассказы, даже, скажем так, о их личных отношениях. Он даже говорила больше, чем о Эммануэле Орланди. Но, безусловно, даже что интересно, вот это вот объединяет в какой-то мере и самого Энрико Депредиса и турецкого террориста, покушавшегося на папу. Али Махмед Аджа, он, в принципе, стал католиком. И когда его отпустили в 2000 году, он даже приехал в Ватикан и положил цветы. Он через несколько месяцев, через несколько лет после своего освобождения в 2000, уже после смерти Иоанна Павла II, он приехал в Ватикан и положил цветы на могилу папы. Так вот, Энрико Депредис тоже в какой-то момент хотел исправить свою жизнь, он хотел начать всё заново, но не успел, потому что он был убит на улице Де Пелегрини, которая находится совершенно рядом с Кампо де Фиори. И самое интересное, что вот эта вот улица, она совсем рядом, то есть в одной из арок на этих улицах в неё можно зайти и попасть в так называемый уксусный дворик, средневековый двор, где когда-то жили производители уксуса, яблочного уксуса, и который сегодня считается одним из самых атмосферных уголков Рима, таким вот милым двориком, куда можно зайти и почувствовать, какая там жизнь. Кстати, я бы хотела сказать, это уже совершенно современные вещи, там продаётся сейчас одна квартира, трёхкомнатная, жутко, на ванну смотреть жалко, но есть. Удобства имеются 650 тысяч евро, так что если кто-то хочет поселиться в дворике уксусников, то такая возможность сейчас имеется. Ну что ж, Энрико де Придис действительно будет убит недалеко, и станет понятно, что же он попросил католической церкви, как, скажем так, моральное, как возмещение его морального ущерба, когда ему пришлось бороться за свои же деньги с Ватиканским банком. Он попросил похоронить его в церкви Святого Абросия, то есть той самой, у которой и началась наша история, то есть той самой, в здании рядом с которой находилась музыкальная школа, и перед которой вполне вероятно пропала Эммануэла Орландия. В общем, вот так вот и закончилась драматичная история, связанная с Ватиканом и связанная, скажем так, с первой. И на данный момент, ну, если верить заявлению правоохранительных органов, единственной крупной криминальной организации в Риме. Хотя, скорее всего, что есть другие и помельче. И самое грустное в этой истории – это то, что, скажем так, взрослые, здоровые мужчины позволили себе пожертвовать жизнью маленькой, совершенно ничем не виноватой девочке ради того, чтобы поделить награбленные деньги. Вот в этом и заключается большая криминальная драма. Ну, а я благодарна всем вам за то, что были со мной, и жду вас на следующих эфирах, жду вас на моих экскурсиях, жду вас на страницах моего блога. Спасибо большое, и до новых встреч на Таште. Спасибо отдельное. Спасибо всем. До свидания.